МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телекомпании «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Леся Харли на главной теме сегодня. Счёт умерших идёт на десятки, пострадавших сотни, а поставки спайсов не прекращаются. На лезвии ножа. За что незнакомцы, приятели и родственники наказывают своих жертв? По России прокатилась волна массовых отравлений курительными смесями. Пострадали несколько сот человек. Счёт умерших идёт на десятки. Один из филиалов федерального виртуального магазина по торговле наркотиками располагался в Рязани. Представляли его два родственника, граждане Украины и житель Республики Башкортостан. Схема одна и та же. Оптовые партии, распасовка, закладки, электронные счета. Ежедневно каждый из злоумышленников в среднем делал по 50-60 закладок. С адресами и почти килограммом наркотиков. Один из них и попался. Дельцы уже упаковали чемоданы и собирались перепрятать дорогостоящий товар. Ты признаёшь, что пакет не мой, да? Я признаю, что я выносил его из квартиры. Из квартиры. Я выносил мусор. В этом пакете. В этом пакете. В этом пакете. В мусором не дал пакет выбрать его рядом с ящиком. Житель Башкирии всё это время проживал в гостиничном номере. Вербовали участников преступной группы хоть и по отдельности, но каждый из них прекрасно понимал, на что идёт. А почему ты решил заняться этим делом? Потому что денег не было и не мог найти работу. А тебе не приходило в голову, что вот этих наркотиков мог кто-нибудь отравиться и отравиться насмерть? Дети, школьники потребляют спайсы, соли. Да, конечно, приходило в голову. Но если вы это честно покажете, то никто никого не заставляет. То есть такая позиция, да? Да, не позиция даже, а... Каждый волен отравиться сколько ему угодно и чем угодно, да? Ну, и водку тоже так же все пьют. С этим трудно спорить. Именно спрос рождает предложение. И не появись в своё время спайсы, трудно угадать, с чем бы мы боролись сегодня. Ни отпуск лекарств строго прицептом, ни усиление контроля не делают эту проблему меньше. А курьерами становятся люди, которые сами к наркозависимости отношений не имеют. Люди, которые тебя попросили сюда приехать, ты их когда-то видел? Нет, никогда. То есть связь была как? Через... Телефон. Через... По телефону? И через интернет? Или по телефону только? И по телефону через интернет. А ты откуда родом-то? Откуда ты приехал? С какого города? С Башкирии. С Башкирии. И сколько в день ты делал закладок? 15. 15. От 15 и больше или в среднем 15? 15 в среднем. Даже не в среднем, а максимум. И какие размеры, какие объемы наркотиков в каждую закладку входили? 2 грамма. А получал ты оптом, да? Да. То есть тебя кто снабжал наркотиками, которые ты должен был раскладывать? Не знаю. Ну ты их как получал, эти наркотики? Просто забирал где-то. Через закладки, через тайники? Да. И по сколько? Какие веса ты получил? Ну, самую большую вот 2 килограмма. Просто опьянение или просто заработок? Какая разница, если паутина одна с одной лишь разницей, что последним выбраться проще, по крайней мере, живыми? 2 ноября в своем доме в рабочем поселке Сынтул Касимовского района было обнаружено тело 60-летней женщины. Несколько смертельных ножевых ранений ей нанес 20-летний знакомый. Ссора произошла во время застолья. После того, как пострадавшая перестала подавать признаки жизни, он похитил из ее дома деньги в сумме 5,5 тысяч рублей и скрылся. Сейчас в рамках расследования уголовного дела проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также сбор и закрепление доказательственной базы. Не прошло и двух недель, как следственная группа уже спешила в Сасовский район. Там, в местной больнице, тоже от ножевых ранений скончалась другая женщина-продавщица магазина. Первоначальная версия, будто потерпевшая могла стать жертвой грабителей, не подтвердилась. Она попала под горячую руку неоднократно судимой гражданке. Обидчица уже дала признательные показания. Так, по данным следствия, подозреваемая пришла в магазин за спиртным. Продавец разъяснил ей, что магазин реализации спиртных напитков не занимается, поскольку нет соответствующей лицензии. Такие тонкости злоумышленцу не интересовали. В порыве гнева она просто ударила продавщицу несколько раз ножом. Но самой жестокой на этой неделе оказалась другая задержанная. 27 октября в лесополосе недалеко от деревьев Епихина Стражиловского района были обнаружены обгоревшие останки мужчины. Выяснилось, что такой приговор вынесла погибшему родная жена, а помогали ей несовершеннолетний сын и их общий знакомый. Вечером 11 сентября, когда мужчина пришел с работы, молодой человек нанес ему несколько ударов, битый по голове. Затем погибшего в багажнике автомашины вывезли в лесопосадку и подожгли. Погибший сильно пил, что, разумеется, не нравилось супруге, но развод в ее планы никак не входил. В Советском Союзе секса, религии и демократии не было. А если случалось что-то скандальное, об этом власть предпочитала умалчивать. Одним из таких закрытых дел, о которых мы узнаем спустя долгие годы, было расследование серии убийств, произошедших в Ульяновской и соседних снеобластях на рубеже 60-70-х годов прошлого века. Это был последний мартовский день 68-го года. Две сестренки долго спорили, кто из них наденет подаренные часики, чтобы нарядно навестить маму в больнице. Судьбу украшения и, собственно, одну из девочек решила детская считалочка. В это время законопослушный гражданин Анатолий Уткин отправляется в очередной рейс. Он вадил больше грузы. Довольно редкий по тем временам седельный тягач Колхида. 14-летняя Лиза торопилась. Казалось, нет ничего страшного в том, что ее подвезет добрый дядя. По пути Уткин остановился, якобы забрахлил мотор. Что произошло дальше, понять нетрудно. Уткин не хотел в тюрьму и решил избавиться от жертвы. Труп девочки он отвез за 300 километров и там спрятал, но труп был обнаружен. Убийца оказался фетишистом. На память о первой жертве он оставил себе те самые часики, а также одежду и сумку с продуктами. Через несколько месяцев похожая судьба ожидала 17-летнюю Валю. Преступник даже не стал прятать тело, просто бросил его, как тряпичную куклу. Понадобится 4 долгих года и несколько человеческих жизней, прежде чем к расследованию подключится генеральная прокуратура. Несмотря на схожий почерк преступлений, каждое исчезновение и убийство проходило по разным делам. Было ясно, маньяк работает на трассе и часто прямо в кабине машины, но умело заметает следы. Два раза он нападал на женщин и пытался их изнасиловать, но женщины оказывали яростное сопротивление и таким образом ему не давалось это сделать. Женщины убегали. И вдруг преступник меняет тактику. Он уже не полагается на случай, а сам ведет активные поиски жертвы. Теперь в его действиях меньше экспромта. Люба Строганова спешила на свидание. Ее жених жил в доме напротив. Встречались всегда на нейтральной территории, прямо во дворе. Девушка не успела сделать и нескольких шагов от подъезда, как почувствовала на шее холодное лезвие ножа. Ей хватило сил закричать и вернуться в подъезд. За обидчиком тут же погнался сосед, но преступник оказался быстрее. Врачи не решали сделать прогнозов относительно потерпевшей. Организм оказался сильным, жертва выжила. А недоведенное до конца дело заставило злодея затаиться на долгие месяцы, отчего жажда крови только росла. В общей сложности Уткин убьет 9 человек. Это девочки, женщины и один мужчина. Ни следователи, ни врачи так и не смогут ответить, откуда эта жестокость. Чтобы избавиться от беременности, мать будущего маньяка обратилась к ворожею. Но сомнительные труды колдуни оказались напрасными. Ребенок все-таки родился. Анатолий Уткин родился в семье ветерана Отечественной войны. Но отец, в общем-то, хоть и женился на молодой женщине, он тем не менее почему-то не хотел детей. В какой-то момент Уткин почувствовал, что пора залечь на дно. И выбрал для этого весьма специфический способ. Совершил уличное ограбление и с легкостью дал себя задержать сотрудникам милиции. Он провел на нарах более трех лет. И за этот период новых жестоких убийств в Ульяновске зафиксировано не было. Между тем, в местах заключения он постоянно нарушал установленный режим. И не проявлял стремлений выйти за ворота исправительно-трудовой колонии условно-досрочно. Убийца вышел на свободу в 1972 году и сразу отправился на подвиги. Но то ли растерял сонаровку, то ли жертва оказалась не из робких. Попытка изнасилования и убийства не удалась. Кто бы мог представить, что поступает с женщинами и девушками таким образом? Маньяк всерьез задумается о создании семьи. Избранница снимала квартиру в доме его родителей и, на удивление Уткина, не торопилась под венец. Однако и заявление о пороганной чести почему-то в милицию не понесла. К счастью, на этом ее злоключения закончились. В действиях преступника вообще произошел перелом. Теперь он нападал в основном ради наживы. Барышская, бывшая Гуриевская фабрика – одно из старейших предприятий в области. Суконная фабрика имени Гладышева. Основана в 1825 году помещиком Кротковым. Нагануне отмены крепостного права фабрика перешла в руки купца Акчурина, который вместо ручных, предельных и ткацких станков стал применять механические станки, паровой двигатель и труд наемных рабочих. В свое время – самое передовое производство. Современное оборудование, новаторские формы организации труда, хорошие бытовые условия. Все это позволяло коллективу вырабатывать тканей больше, чем на 100 миллионов рублей в год. Именно на Барышской фабрике работала кассирша Валентина Исаева, последняя жертва маньяка. Накануне она получила крупную сумму денег для выдачи работникам конного двора и гаража. И изнасилов, убив эту кассиршу, он обнаружил у нее в сумочке ключи. Это ключи были от ее кабинета, где он, как понимал, должен быть сейф с деньгами. Но одно дело – ключ, и совсем другое – сложный шифр. Озлобленный до предела неудачи, он смог забрать только зарплату своей жертвы, которую нашел в сумочке. Следователи обнаружат на теле погибшей более 14 ножевых ран. Преступник понимает – он изрядно наследил. И решается на серьезный и довольно глупый, с точки зрения здравого смысла, шаг. Он решил поджечь эту кассу. Он принес туда ведро горючей жидкости, и из этого ведра, ведро солярки было, он облил помещение кассы, поджег его. Но когда убегал, он не стал брать с собой ведро. Жестокий и расчетливый маньяк совсем забыл одну важную деталь. Когда-то на дне ведра он выбил свою фамилию – Уткин. И когда следственная оперативная группа прибыла на место происшествия, обнаружили ведро, в котором были следы солярки, и, осмотрев это ведро, увидели фамилию. Обыск в доме Уткина привел к поразительным результатам. Следствие получило в свое распоряжение улики, которые способствовали раскрытию сразу четырех преступлений. Кроме сумочки Исаевой, в доме обнаружили двуствольное охотничье ружье 16-го калибра, похищенное из караульного помещения фабрики 26 декабря 1972 года. Здесь же нашлись некоторые вещи, украденные при ночном ограблении одного из городских киосков «Союз Печати». Но самым большим сюрпризом стали найденные в жилище Уткина женские украшения, принадлежавшие, как установили позднее, погибшей жительнице Ульяновской области. Если начальство зоны характеризовало бывшего сидельца отрицательно, такие же отклики о нем были и в СИЗО, то в служебных характеристиках все с точностью да наоборот. В семье его тоже знали исключительно с хорошей стороны. К тому же, как выяснилось, Уткин успел несколько раз жениться и развестись, имел двоих собственных детей. Непроцессуальным участником заседания пришлось быть бригаде медиков скорой помощи. Близким погибших то и дело становилось плохо. Подсудимый вносил в это свою лепту, старательно имитируя психически больного человека. Уткин отчаянно боролся за свою жизнь, но при этом всегда точно и подробно рассказывал суть дела на местах происшествий. Адвокат заверял Анатолия Уткина, дадут лет 15, а в 45 уже выйдешь. Но учитывая тяжесть совершенных преступлений и последствия, судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда оставила приговор без изменения. 12 сентября 1975 года серийный убийца и насильник был расстрелян. На сегодня это все. Берегите себя и не забывайте об осторожности. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова